Вот эта машина, хуй такую найдешь. Эксперт в оргазме, блядь, забьется. Жопу тебе засунешь в шнур, блядь, понял меня? Ну раз вы за заказчика, то езжайте ему, декуете условия. Вы не дадите ее ни читать, ни посмотреть. Герметики целые, как бы мы снимали карту, смотрели, там типа арестовки нету, понимаешь? Ошибка с вин-кодом, почему такая получилась. С вин-кодом. Друзья, всем привет. Привет. Недавно в инстаграме нам прилетела претензия, что мы ведем себя как перекупы. Ну, мы находимся в сфере автоподбора, не можем работать как айтишники, мы не можем себя вести как профессора на кафедре. И то, как работают перекупы и как они общаются, ну, поверьте, мы далеко не перекупы. Сегодня покажу разницу, что такое хороший продавец и что такое перекуп. Как перекуп ведет себя с ай-яй-яй в бочину, в бочину, не залетел. ДТП только что могло бы быть. Так вот, как ведет себя, а это он еще козел переехал на красный свет. Так вот, перекуп с покупателем, с потенциальным ведет себя, ну, как лапочка, такое же, к попе прикладывая, весь такой хорошенький, весь замечательный. Но мы из сферы автоподбора, и с нами всегда разговаривают по-другому. Поэтому у нас, ну, такой иммунитет выработался. Перед тем, как ехать осматривать автомобиль, мы обязательно созваниваемся с продавцом. Мы обозначаем, кто мы, мы обозначаем, для чего мы едем. И вот один из таких телефонных разговоров я предлагаю послушать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По Спортеджу звонил. Я слушаю. А по Спортеджу можно посмотреть? Завтра можно посмотреть возле каравана. А сегодня нет? Нет. А завтра в какое время? В обед. 12. Сейчас. Если понравится на СТО, можем потом съездить, поднять? Можем. Куда ехать на СТО, только заранее надо договориться. Ну, сначала внешне по кузову компьютером подсоединиться хочу. Подбором занимаюсь для человека. Будь здоров. В смысле? В прямом. Почему? Пока че, ну. А че вы грубите? Можешь приехать, могу дать по шее, если хочешь. Не, а че так сразу резко объяснить? Потому что там написано, для таких дебилов, как, блядь, ты. Что подборщики, блядь, и тому подобное, не надо звонить. А ты мне звонишь, рассказываешь, компьютером уходишь. В жопу себе засунешь шнур, блядь. Понял меня? Или я тебе помогу засунуть? Отсадчик. Этот хотя бы обозначил, что он с нами не хочет работать. Есть еще следующая ситуация. Мы звоним продавцам, говорим, кто мы, говорим, что мы, что мы с автоподбора. Приедем, посмотрим. Пожалуйста, говорите правду об автомобиле. Да, хорошо, приезжайте, смотрите, все нормально. И машина все равно является не такой, как ее заявляют. Зачастую на вопрос, почему? Говорят, слушайте, приезжает автоподборщиков, каждый день большой вагон и маленькая тележка. И мы понимаем, что они либо не увидят, либо же мы с ними запросто можем договориться за откат. Вот, ну, здесь не пролезло. Ну, вы, конечно, вы бачите, у меня просто тоже есть свои правила, которые я хай маю притримуватись. Правда, вы бачите. То есть, я разумею, вы не даете ее ни читать, ни фотографировать. Нет, читать ее можно на станцию загнать машину, конечно. А я ее могу почитать? Ну, нет, на станции можно. Можете загнать ее на станции, почитать. То есть, а фотографировать ее косяки я не могу, правильно? Ну, в принципе, по-правильному это требовало бы, конечно, сделать. Ну, давайте, если пару фоточек таких. Ну, тут фоточек не пару. То есть, как бы, есть вопросы, которые, ну, меня смущают. Вот царапка, да, вот по капоту. Вы не поняли, я эксперт, который человек платит мне деньги за то, что я приеду сюда и посмотрю машину, и скажу, насколько она качественная, некачественная, какие царапки есть, нету. А он принимает решение. Поэтому, если вы, ну, как бы, не готовы давать мне, чтобы я видео снимал по ней, по лакокросточному, и все остальное, то я поехал. Пойдемте видео. Объясняю еще раз. Я эксперт, да, есть человек, который заказывает фото, видео, фиксацию. Компания «Одинафка». Вы не похожи на эксперта, вы похожи на состоятельного человека. Я состоятельный. Это мое, это, это мое хоркер. Мне надо человек хоркер. Вы знаете покупателя? Да. Не мозги? Нет. Ну, он деньги уже заплатил. Что вам надо, видео показать, что на целом пришла или прибор вынести? Мне надо, да, у меня все есть, прибор. Мне надо положить... А покажите прибор. Все, отлично. Дальше, прибор есть. Прибор, компьютер подключить, посмотрите, что-то время лета. Компьютер мы подключаем на СТО. Хорошо, поедем на СТО, подключите-ка. Любое СТО на левом берегу. Как вы скажете, арт-драйв устроит? Любое на левом берегу. Просто, чтобы на мост не ездить. У нас компания просто на арт-драйве, поэтому... Любое, чтобы не ехать на мост. Хорошо. Фото, видео, вот эти все скольчики, лакокрасочные приборы, то, что здесь все целое. Фотографии есть во вторе. Фотографии есть во вторе. Вот этих фотографий нет. Вот этих фотографий тоже нет. Хотя я ж не спорю, мне ж надо человеку показать. У меня ж может быть с ним конфликт. Почему ты эту фотографию? Мы не тренируем конфликт. Мы даем ему посрящихся. Мы даем ему посрящихся. Не, не, не. Мы это самое. Мы за заказчика. Поэтому ты же как бы пока себя... Ну раз вы за заказчика, то езжайте ему, диктуйте условия. Все, не вопрос. Всего доброго. Вы думаете заработать? А вы так? Нет. Ну, ребята, верите? Приехать сюда. Всего доброго. Вот так вот. Автоимперия. Бывает еще вот так вот. Парни на кураже сначала. Да, да, да. Приезжайте, смотрите. Потом, когда видят, что действительно приехал специалист. Нифига. Нельзя. Ни под каким предлогом. Спасибо. До свидания. Смотрим. Какие фотки? Вот эта фотка есть? Какая? Вот эта. Фотография есть? Я не видел какую-то. Так посмотрите еще раз. То есть вы не дадите ее ни читать, ни посмотреть. Конечно нет. Ни подъемника. Правильно понял? Все. Спасибо. Извините. Что у вас телефоны не пишутся? Просто по-нормальному спросил. Позвонил, сказал. Ребята, так и так. Ну вот, что бьется? Вы сказали, все бьется, все пробивается. Железо. То есть как бы есть. Ну а я бью, тут железа нет вообще. Ну что это такое? Вроде бы салона обманывать нехорошо. Так что с ней было? Ее резали или не резали? Не знаю. Сейчас я ленась. Это крепкая машина, мы ее восстанавливаем. Ну так он может что-то сказать по ней или нет? Слышишь, Север? Смотри, пришел человек по оптиме. Интересует вопрос, что тут меняли че-то или делали, рихтовали? Смотрите, меняли дверь оригинально, это рихтовали делами. То есть здесь удар был не сильный. Я не знаю, что там по прибору, посмотрите. Ну прибор вообще не был. Я не могу сказать. Я видел ее уже, она была рихтована, подготовлена. То есть дверь меняли тоже. Фотографии есть деланные? До удара? После удара вы видите? Да, как делали, рихтовка. Нет, рихтовки по-моему нет. Сейчас не могу дозвониться. Пошел до удара, то я видел до удара. Потому что там арка была замятая, такая жестко замятая. И поэтому я ей спрашивал, бьется она, не бьется. Я не знаю, вообще не ехать. Спасибо, я не знаю. Ехать к вам не ехать. Ну хоть скажите своим орлам, пусть не брешут. Ну как бы ехать сюда тоже, блин. Я же конкретные вопросы задавал. А есть еще моменты психологической давки, когда вот люди пытаются либо подружиться, либо же давайте быстрее я спешу, я спешу. Или же просто отвлекают внимание куда-то в другое русло, дабы увести взгляд от какой-то проблемной зоны. Очень много таких приколов. Так же окрашивалось. По боку тут шпаклевка только вот где-то в этом месте, если есть. Ну вы же знаете. Ты понимаешь, я бы сказал, что шпаклевка, типа смотри, короче, если дверь, как бы герметики целые, как бы мы снимали карту, смотрели, там типа арестовки нету, понимаешь? Вот поглась. Лучше бы сказать, что стоит родная дверь с проклейкой, чем... Шов на коллекторе? Шов на коллекторе. Если я думал, что она была без прократов, я бы ее подавал на другую цену, честно говоря. Она и так по максималу не стоит, как бы я бы ее подавал на оружие. И уверен, что продал бы. Бампер в оригинале, никакой у Китая. Решетка в оригинале, так сказать. Как раз за плавником, вот в этом месте, вот. Вот там была скол, типа, да, типа. Когда стекло меняли, там, наверное, типа, когда стекло разбился, типа, ну, в Америке, типа, нам царапина была, типа. Мы там не красили, тут же не красили, правильно? Ты примерил? Да, да, тут не красили, потому что там был скол, тогда стекольчики, когда приедут. Радняя резина тоже хорошая, диск без бордюра. Тормозной без выручки. Вот она, посмотри, последняя обслуживание. Видите, да? Тормозной диск минимальный. Следующий парень не относится к разряду перекупов, но следующий парень относится к талантливому продавцу. Мы это видео смотрели офисом, некоторые, всем офисом. И некоторые даже аплодировали стоя. Я не могу не показать это видео. Вот эта машина. Хуй такую найдешь. Эксперт в оргазме, блядь, забьется. Муха не срала, ну. Идеальная, ёп, и камера, и блютуз. Ай, блядь. Просто идеальная. Опа. Лючок. Чик. Опаньки. Та пи***ц. Полная комплектация. Ёп, снихай. А пробег. Ёп. Это вообще. Опа. И муха не летала, и шмель не приземлялся. Ни царапинок, ничего. Спиночки в задних сиденьях не поцарапаны. Пластик не поцарапан. Нигде не поцарапан. Лялечка. Просто лялечка. О, ёп. Ай-яй-яй. Трещинка. Беда. Ну, 2007 год, ребята. И тут же ничего не поцарапано. Так, капец. Надо брать. Броня. Броней заклеена мордочка. Крылья. Зеркала. Тут, где когтями берутся. Ну, и где камушки пескоструя. Тоже броня. Опа. Работает, как шепчет. Епта. Опа. Загоняем. Так, включаем свет. В общем, надо брать. Надо брать и не раздумывать. А то уйдет. Опа. Приехали. Зеркала складываем. Так, тут все работает, да, у нас? Так, что тут у нас? Если мы включаем музыку, ну, например, iPod. И включаем заднюю. Чик. Опа. Камера заднего вида. Ура. Все. Спасибо за внимание. Слышишь, у меня же там ему еще шаровых вкусняшек полно. Три угольных фильтра новых салона. Новых угольных. Здесь же нулевик стоит, КНК. Угу. На двигателе. Я ему отдаю комплект масла с шампунем для КНК. Потом поролон, нижний поролон водительского сидения. 70% передние тормозные колодки. Ну, я думаю, что стер. Сняли колеса. Купил новые, сняли колеса, а они хорошие. Говорит, все, меняй. Полюби меня таком. Полюби. А ладно, ему музыки нищеброду харьковскому здесь на десятку. Здесь же стоит этот, скажи, правильный хендс-фри. То есть мне звонишь. Еще ни один человек не услышал за всю жизнь, что я еду в машину. Когда звонят мне по громкой связи. То есть это оригинальный пионер-блог. Мне позвонили, музыка вся выключилась. Я слышу собеседника через все динамики. Собеседник не слышит, что я в машине. И да, нужно сказать, что этот автомобиль приобрели. Потому что все, что он сказал, все было действительно чисто и правда. Ну, правда, он и продавал его недешево. Я вообще уже молчу. Когда люди приезжают издалека и посмотреть автомобиль. Ой, извините, этот продан, но есть такой же, но дороже. Или у меня есть еще там 18 машин. Обязательно еще что-то выберем в паре. Ну, нам такое не влазит. Но, к сожалению, большинству людей такое предлагается. И с учетом того, что у людей просто не остается выбора. Они уже покупают на те деньги, которые у них есть. Из того, что есть в наличии. Дабы не остаться вообще без колес. И это не лучший вариант. Есть еще одна часть перекупов, которые занимаются подменой вин-кодов. Ну, смысл в чем? Меняется одна цифра. Подбирается таким образом, чтобы машина не пробивалась по базам данным. И вроде бы все хорошо. Вроде бы все замечательно. Но по факту, когда машина приезжает и не соответствует всего в одну цифру, может сыграть с вами злую шутку. Вот так вот и здесь. В прошлом году у этой машины было уже 200 тысяч. Продается она с пробегом 120. Я людям заплатил денежку. Я его не отматываю, если не отматываю. Нам такую прогнали, такую метру есть. То есть, я, например, не могу пробить. Я вашу позицию выполнил. А вам, когда видео снимали, вам адометр не снимали, какой пробег? Ну, адометр снимали, но в таком не заходу. Что там было? 120? Ошибка с ВИН-кодом почему такая получилась. С ВИН-кодом. Ну, вот здесь 8612 в объявлении 8112. То есть, там одна цифра поменена в объявлении. Из-за чего она не пробивалась по Корее. Все тогда, мы вас задерживать не будем. Спасибо. Я сам вопрос, когда я обманил. Друзья, вот так вот ведут себя продавцы, когда они понимают, что они не могут продать автомобиль. Но мы все равно с ними работаем, потому что у него один автомобиль будет плохой, а два хороших. Или же наоборот, там три плохих, один хороший. Поэтому нам приходится с этим мириться для того, чтобы где-то доставать, где-то выгрызать те хорошие экземпляры, которые могут храниться у них на площадках, на стоянках, на парковках, на где-нибудь еще дворах, бензоколонках. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Непридуманные истории. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!